С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Здравствуйте всех, кто любит понедельник, кто любит начало недели и кто понедельник всегда ставит перед собой какие-то задачи и цели. В последнее время мне пришлось побывать на нескольких показах моды. Вообще в Нью-Йорке это стало традицией осенние недели моды, большой моды. Во многих местах можно посмотреть красивую одежду, но всегда, правда, возникает вопрос, а как эту одежду применить к обычной жизни, поскольку так все красиво, все такое как бы неупотребимое в обычном транспорте, в обычной жизни. Все это не так просто. И у меня возникло много интересных вопросов, тем более я обратил внимание, что когда идешь по улице и очень часто видишь человека, ты можешь сказать «это наш иммигрант». Почему? Лицо, как у всех американцев, но что-то такое есть в этом человеке, который сразу говорит «наш человек». Вот все эти вместе взятые вопросы мне показалось интересными будут и для вас. А для того, чтобы на них были ответы, у нас сегодня есть прекрасный-прекрасный дизайнер. Дизайнер одежды. Дизайнер, который заявил о себе уже, в общем-то, очень как интересном мастере и творческом человеке. Дизайнера дизайнера зовут Леонид Гуревич. И он наш гость понедельника. Леонид, доброе утро. Доброе утро, Борис. Доброе утро, страна. Спасибо за такой теплый прием. Скажи, пожалуйста, а вот действительно, вот иду я по улице, вижу человека, и он мне сразу напоминает, что это наш иммигрант из бывшего Советского Союза. Скажи, пожалуйста, из-за чего он так идет, или в нем такая одежда, или... Вот ты узнаешь наших людей? Я, как правило, узнаю людей из России, потому что, ну, это может быть не очень такой комплиментарный момент, но, как правило, которые только-только приехали, я узнаю их, потому что как-то в плечах у них вот такая небольшая скованность присутствует. Потому что американцы все-таки, они плечи расправлены, и все. А у наших людей небольшая такая чувствуется скованность какая-то. Я даже не могу это объяснить, но вот что-то такое мне... Вот это главная черта, которая их выдает, да? Мне в первую очередь. Но в то же время это любой иммигрант, это может быть иммигрант из Мексики, из другой какой-то страны, тоже он слегка плечи как бы свои зажал. Да. А как, почему вот мы узнаем, мы говорим, это наш человек. Может, это показателем одежды, одежда быть показателем этого человека? Насчет одежды, я думаю, что, ну, во-первых, так, людей с Брайтон-Бич сразу можно определить, потому что это... А почему? Вот что такое люди с Брайтон-Бич? Это ты сказал, не я. Да, да, но это такой тонкий момент, то есть... Но это мне нравится на самом деле, потому что они не ждут какого-то определенного момента, чтобы одеть что-то красивое. Они одевают это... Вот они могут выйти просто на улицу, пойти в магазин, но это всегда, всегда что-то красивое надето. Это может быть какое-то украшение, или я ни одной женщины не видел, которая в Руклине, например, которая просто вот вышла там, я не знаю, тихо в магазин или что, всегда что-то красивое надето, и человек себя несет. Мне это нравится. Теперь это как-то положительный момент, да? Конечно. Человек себя несет. Но всегда, когда человек представляет себя, это всегда хороший момент. Ну что ж, тогда тебе предстоит представить себя. Скажи, пожалуйста, вот ты дизайнер, дизайнер одежды, дизайнер, поскольку у тебя много интересных таких находок. Как ты дошел до этой жизни? Как люди становятся дизайнерами? Вот ты лично. Лично я, ну, во-первых, так, это не я выбрал карьеру эту, это карьера меня выбрала, потому что я родился, мама моя работала в мастерских Большого театра, вышивальщицей, и я, можно сказать, вырос на бархатных стульях Большого театра, на бархатных сиденьях, и с самого детства самые яркие воспоминания, это вот этот запах мастерских, запах сцены, клея, вот это вот все, это невозможно, это не выветривается совершенно. И я помню ребенком, я, самое первое мое воспоминание, это мне было три года, и я помню, что, значит, в мастерских лежала груда такая, пачек, украшенных только что, и я помню, я ребенком заполз сюда, и балерин такие, как это так, ребенок вы вытащите, и, а мне нравилось так, и вот это волшебство осталось на всю жизнь. Да, но ты же, может, это волшебство могло тебя сделать артистом. Почему она сделала тебя дизайнером, создателем образа артиста? Я так думаю, что, поскольку у меня сестра, и мы росли вместе, я думаю, что она как манекенщица сразу подвернулась под руку, и можно было на ней уже, так сказать, первые самые мои платья, я это все для нее делал, сидеть по сей день, она у меня как морская свинка такая, то есть она муза моя, мой лучший друг, сейчас еще и менеджер, и морская свинка в том плане, что все платья на ней... для тебя является в какой-то степени определяющим. Вот если она тебе говорит, ты знаешь, мне не нравится эта линия, или вот эта вот кружева, как ты к этому относишься? Как ты вообще относишься к, ну, как бы, невосприятию чего-то твоего? Ну, понимаете, какое дело, Борис? Самое главное, чтобы нравилось мне. Я считаю, что в любом, будь ты дизайнер, или... Не важно, что ты делаешь, главное, чтобы нравилось тебе, и люди пойдут за тобой, и сейчас я вижу, что именно так и происходит. Я занимаюсь этим не первый день, и люди идут, и я вижу, что им нравится, и это говорит о том, что надо продолжать в том же духе. Когда у тебя появилось это ощущение, им нравится? Первое самое, я начал рисовать, с самого детства еще было, значит, я помню даже... Фигурки девочек... Вы знаете, началось не с девочек фигурок. Я, когда я был ребенком, я рисовал все, то есть я рисовал животных в основном. Попугаев, собак, в общем, все самое, то, что я люблю. А потом уже перешло, перешло в... Как-то так оно переплыло постепенно, переплыло в одежду, в дизайны, и уже началось, и уже продолжалось так. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот когда ты... Нет, давай мы сделаем по-другому. Я хочу, чтобы наши телезрители немножко... Вот мы уже как бы их заинтриговали. Во-первых, мы заинтриговали вот этим прекрасным нарядом, который нашу студию сегодня украшает, неожиданно вдруг появился. А еще я хочу, чтобы вы, уважаемые телезрители, посмотрели... Посмотрели вот такой парад мод, который представляет периодически Леонид Гуревич. Пожалуйста, покажите нам первый... Если ты хочешь, ты можешь комментировать, нет? Это шоу недавно совершенно, которое прошло в Музее русского искусства. Особая благодарность Григорию Гуревичу, куратору шоу. Он не мой родственник, но мы через искусство с ним родственники. Так получилось. И я бесконечно рад этой возможности. Шляпы, вот девочка прошла до этого шляпы, изумительные шляпы, а не кальенду. Потому что, ну что такое женщина, сама по себе женщина это прекрасно. Но когда женщина в шляпе, это в шляпке. Это совершенно другой эффект. Это, конечно, добавляет волшебства. Загадочность. Конечно, конечно. Но Аня кальенду, это, что касается шляп, это лучше ничего быть не может. А вот вся эта одежда, это твоя, да? Одежда моя, моя одежда. Манекенщицы тоже мной отобранные, собственно, ручно. Эта девочка изумительная совершенно. Все замечательные. Мне главное не столько профессиональные манекенщицы или непрофессиональные, но главное, чтобы они несли какой-то заряд, искру. Вот все девочки там, которых вы видите, они все образеют женственности просто. Это именно то, что мне нужно, потому что я создаю, в первую очередь, для женщины одежду. И они как раз отображают то, что нужно. Скажи, пожалуйста, вот иногда, не иногда, мы просто смотрим, идет манекенщицы, модели, они прекрасны. Ну, возникает несколько вопросов. Во-первых, где ты берешь таких много красивых девочек? Есть какие-то... Красивые, правда? Да. Есть какие-то агентства или есть какие-то... Я не знаю, где, где вообще водятся такие красивые девочки? Агентства есть, значит, есть агентства, но проблема в том, с музеем совпало. После невысокой моды как раз там очень сложно было найти девочек. И поэтому я просил знакомых, каких-то моделей, кто может помочь прийти. И они согласились. И, конечно, это честь и помогло, конечно, очень. Скажи, пожалуйста, ну, скажем так, могла бы чуть ли не каждая женщина в конечном итоге быть твоей моделью? Так ее одеть можно, что она вдруг модель? Я думаю, что так. Значит, параметры у нее не изменятся. Нет. Но это хорошо. Я рад, что вы об этом заговорили, потому что у меня есть название для этого процесса. Это называется процесс леонизации. То есть можно сделать, можно взять любого человека, одеть его в мою одежду. И то есть это все, как мне нравится, все по моим параметрам. И потом я заметил, что очень сложно ему вернуться, женщине или мужчине сложно вернуться носить одежду, обычную одежду. И что? Они все переходят на твою одежду? Это меняет их жизнь. А вообще, вот ты затронул очень интересный момент. Одежда и самочувствие. Вот как ты считаешь, может платье или костюм, мужской костюм или платье, может создать внутренние ощущения этому человеку? Вот, например, у него, я не знаю, плохое настроение, депрессия, там все не ладится. Можно ли при помощи костюма, при помощи платья изменить это настроение? Конечно. Это просто даже однозначно, как в России говорили. Потому что это одно из тех, один из тех моментов, который мне больше всего нравится в том, что я делаю. Потому что, когда женщина, у нее может быть плохое настроение, может быть что-то не удалось, но она знает, что ей нужно идти на вечер, на свадьбу, куда-то выйти в свет. И когда она одевает мое платье, она, да любое даже, не только мое, но мое в особенности, она... Твое в особенности? Я хочу это в особенности. Да-да. Ну, я отвечаю за то, что я делаю. И она выходит в свет, и она приходит туда звездой. И это дорогого стоит. В предвкушении. Конечно. Во-первых, в предвкушении. Но когда она попадает туда, ни разу не было. Женщина приходит, и это комплименты обеспечены. Да, но смотри. Вот мы видим сейчас эти платья, они прекрасные. То, что мы сейчас видим сейчас у нас здесь в студии, это все прекрасно. Но это ты только делаешь для торжественных мероприятий. В обычной жизни такие платья, а некоторые из них настолько, ну, как бы вызывающие, полуобнаженные, чуть ли не вообще обнаженные. В обычной жизни ты это не оденешь. То есть ты перед собой ставишь задачу украсить женщину вечером, а днем нет? Ну, а днем, смотри, я делаю платья для повседневной жизни тоже, но смотря, что вы называете повседневной жизнью. Потому что, если вы скажете, что жена Дональда Трампа, то повседневная жизнь у вас отличается от повседневной жизни обычной домохозяйки. Поэтому, стасифай. Да, я понимаю. Но ты же не только жену Трампа. Ну, мы еще будем говорить, кого ты одеваешь. Мы еще как бы поговорим эту тему. Но, в принципе, вот что может для себя вынести обычная, нормально работающая женщина во всех этих показах высокой моды? Где все такое... Ну, видите ли, Борис, показы высокой моды, они предназначены не для повседневной жизни все равно. То есть это показы существуют именно для того, чтобы вдохновить, чтобы какое-то привнести... Вдохновить зрителя, вдохновить того, кто как бы зайдет потом в магазин и будет себе подбирать что-то, да? Не все модели с показа высокой моды попадают в магазины, но они делают именно для того, чтобы зажечь, чтобы внести какую-то ноту, именно возвысить над повседневностью. Нет смысла делать одежду... Я занимаю свою нишу, мне нет смысла делать одежду для повседневной носки, потому что для этого есть миллионы других дизайнеров, которые занимаются именно этим. Мне нравится делать одежду для вечера, для каких-то, может быть, для красных, для Оскара, какие-то вот такие вещи, чтобы женщина вышла в свет и произвела эффект. Да, у нас есть несколько фотографий, уже как бы статичных, которых мы можем посмотреть. Пожалуйста, покажите нам фотографии, которые у нас есть. Вот, пожалуйста. Ну, это платье вообще можно, мне кажется, одеть очень многие места, нет? Прекрасно. Вот вы сами ответили на свой вопрос. Я считаю, что замечательно можно одеть любое. Вообще, у твоих одежды очень часто присутствуют цветы, присутствуют такие украшения, очень интересная бюджетерия. Это как бы ты считаешь обязательно? Я считаю обязательно, потому что я очень часто сравниваю женщину с цветком. Я думаю, что не только я, многие дизайнеры. Потому что вот так же, как цветку нужна вода для того, чтобы жить, функционировать. Так, женщине нужно Леонид Гуреевич. Леонид Гуреевич. Женщине нужно восхищение, женщине нужно, чтобы на нее смотрели где-то, как на богиню. И потом, дело в том, что то, что я вижу со стороны, ведь женщина – это мать, женщина – это… Вот эти три богини, да? Конечно, три богини. Женщина – это самое теплое, самое все, это идет от женщины. Женщина знает, как сгладить углы. Женщина знает, конечно, она работает так тяжело, чтобы только быть наполовину, считается в обществе как. Женщина должна работать вдвое больше, только наполовину быть как мужчина. Ну вот этот кадр вообще просто меня поражает. Мне подсознательно хочется украсить ей жизнь. Женщина – это такая… Скажи, пожалуйста, вот это платье, вот возьмем вот это платье, которое больше, наверное, всего меня пленило. Вот это платье. Как долго ты делаешь такую вещь? Как, как… Вот давай мы с тобой сейчас пройдем процесс, процесс. Как это все начинается? Начинается, я представляю что-то такое… Ты видишь вот такую вот женщину, сидящую вот на таком, я не знаю… Понимаете, понимаете, какое дело? Я… Самое главное для меня, это самое то, что меня вдохновляет, то, о чем я думаю, то, что как бы изначальный самый пункт отправления всех моих, так сказать, моих движений – это соблазн. Соблазн, флирт, отношения между людьми. Я сразу начинаю представлять, как женщина будет соблазнять в этом платье. То есть, мне очень важно, чтобы она не только соблазняла и нравилась кому-то, но, в первую очередь, чтобы она нравилась себе. Для меня это очень важно. Вообще, ты сейчас затронул очень… Ты такое слово сказал – соблазн. Во-первых, в музее Мород, да, в музее русского модерного искусства у тебя коллекция называлась «Триумвират соблазн». Триумвират соблазн. Значит, что такое «Триумвират соблазн»? Я искал сильное название не только для этой одной коллекции, но для моего дизайнерского философии, всей моей дизайнерской в целом. И я нашел слово «Триумвират», и это означает, что исторически это три сильные фигуры, которые держали власть в руках политически. И тогда я превратил это в свою концепцию дизайнерскую, и я подумал, что три самые сильные такие концепции, элементы соблазна – это грудь, талия и бедра. Это как раз то, что я обыгрываю во всех своих дизайнах. Отсюда «Триумвират соблазна». Но тогда я хотел себе спросить, в последнее время мода, она движется к обнажению женщины? Или мне так кажется? Может быть, я пуританин, я не знаю. Но, по крайней мере, мне кажется, что вот если взять моды, одежду 20-30-40-летней, то сегодня женщина просто уже раздета. Но куда это вообще движется? То есть я так представляю, что в будущем ты будешь создавать пару бретелек и все. Ну, правда, с цветком. С цветком. С цветком. Скажи, пожалуйста, это мое пуританское такое отношение к моде, или это действительно мода сегодня движется к обнажению? Соблазна. Вот это твое слово. Я думаю, что соблазн не обязательно обнажение, обнажение не обязательно соблазн. А ты за то, что сказал. Три элемента, которые ты… Три элемента соблазна, да, да, да. Но я заметил, что большинство дизайнеров мужчины, и я заметил, что обнажить чужую грудь очень легко. Что-то чужое обнажить очень легко. Но для меня не главное обнажить, а для меня главное, чтобы женщина чувствовала себя комфортабельно, чтобы она чувствовала себя комфортно. Я знаю, что очень немногие женщины захотят обнажиться целиком, понимаете, поэтому я стараюсь остаться все равно в рамках, в рамках, так сказать, чтобы не приступить к эту границу. А где эта граница, скажи мне, пожалуйста, каждый для себя эту границу определяет или есть какой-то моральный кодекс дизайнера? Есть, конечно, моральный кодекс, но знаете, как даже самая красивая песня для всех по-разному звучит. То есть если кому-то вот сюда самое то, что нужно, то кто-то не оденет никогда закрытое платье. То есть это уже там варьируется. Но для меня есть, я все-таки чувствую, я чувствую, где женщина уже оденет. Ну, по крайней мере, последние недели высокой моды, которую я смотрел, я видел много нарядов, где женщина просто была в такой газовой вуале, что-то такое, на груди. Но это было полностью обнаженное тело. Так, легкая там какая-то накидка. Это что? Это его границы? Его границы, этого модельера? Или как бы это общая тенденция? Что надо наоборот красоту женского тела открывать? Я думаю, что это всегда в коллекции существует несколько вещей, которые предназначены именно для того, чтобы создать ажиотаж. Это не значит, что оно появится в магазинах, но для того, чтобы привлечь внимание и такой немножечко шокирующий такой момент, это всегда присутствует. Поэтому, наверное, вот эта обнаженка как раз и есть. Понятно. Ну, вернемся к тому платью, которое меня тогда поразило. Мы сейчас его, надеюсь, покажут еще раз. Вот ты как бы создаешь, у тебя должна быть идея платья, да? Идея наряда. Это должно быть что-то как бы, ну, я не знаю, что ты думаешь, когда ты готовишь какую-то новую модель? Там должна быть какая-то мысль, какая-то, я не знаю, сквозная такая идея. Она должна быть львицей, она должна быть золушкой, она должна быть вот что? Она должна быть женщиной, для которой я создаю одежду. Она должна быть в первую очередь актрисой внутренней. Она не обязательно актриса по профессии, но это, конечно, плюс. Но внутренней я как бы взываю к каждой внутренней актрисе, внутри каждой женщины. Потому что это то, о чем как раз мы говорили, когда человек одевает одежду, он совершенно превращается во что-то, во что-то другое. И вот те женщины, в которых это есть, это мои самые лучшие, как бы идеальные клиентки. Потому что они знают, как это, так сказать, на себя, как сыграть с этой одеждой, как усилить эффект. Сколько времени тебе нужно для того, чтобы, увидев женщину, догадаться, понять, узнать в ней свою модель? Ну, как правило, это происходит сразу, почти мгновенно. Потому что если это не мой человек, это даже не только в этом, а во всех, так сказать, отношениях с людьми. Это видно сразу, твой человек или не твой. Поэтому это очень быстро происходит. Окей. Итак, ты задумал идеи, ты начинаешь... Ты рисуешь хорошо, да? Да. Без ложной скромности. Да. У нас есть даже несколько твоих рисунков, которые мы, я надеюсь, покажем, успеем показать. Скажи, пожалуйста, и ты начинаешь набрасывать, что ли, эскиз будущего платья? Вот от чего зависит, что это должно быть, вот как здесь, например, да? Там какой-то гипюр или там, или что-нибудь другое. Как? Ну, раньше... Это модно просто сегодня, и поэтому ты следуешь этой моде. Или это твоё какое-то потребность вот именно здесь вот это поставить? Что касается кружев на голое тело, это было модно всегда, и это будет модно очень долго. Это никогда не выйдет из моды. И мне так совпало, что мне это очень нравится. Поэтому всегда... Одно из первых платьев, которые я сделал для исполнительницы профессиональной, которая вступала в Советском базаре, это было как раз кружево на голое тело. Потому что красивее, мне кажется, быть ничего не может. Да. Хорошо. Тогда вернёмся к твоей биографии. С платьями всё понятно. Ты приезжаешь в каком возрасте в Америку? Я приехал в Америку, мне было 17 лет. Ты уже знал, что ты хочешь заниматься дизайном? Конечно. Я знал, можно сказать, с самых первых лет. Оно во мне сидело, может быть, оно не сформировалось в такую чёткую идею. Но оно всё там росло, росло, росло. И к 17 годам у меня уже было чёткое представление, чем я хочу заниматься. Окей. Приезжает иммигрант. Иммигрант, он и есть иммигрант. Он начинает всё сначала. Он думает, как бы вообще выжить в этой ситуации. Я знаю, там, какие-то деньги заработать, что-то сделать. И вот приезжает 17-летний молодой человек. Мало того, что он иммигрант, он ещё хочет быть дизайнером. И он собирается... Как у тебя всё это происходило? Как в Америке стать дизайнером? Тяжело? Ну, я думаю, что стать дизайнером, и не только дизайнером, а пробиться в любой индустрии, в любой стране, это всегда тяжело. Ну, это понятно. Тем более. А тем более в этой. Конечно. Но в Америке, я бы сказал, что люди гораздо более открыты к тому, что... Если человек... Если они чувствуют, что человек пробивается, если ему есть что предложить, то в какой-то момент его просто поднимают и ему помогают. То есть ты... Какое-то время тебе нужно, конечно, пытаться сделать что-то самому, но люди видят, и это производит эффект, и дальше это уже тебе несёт волна. То есть Америка предрасположена, как тебе кажется, предрасположена к каким-то таким людям, которые себя заявляют? Конечно, конечно. Я думаю, что и потом, вся концепция американской мечты построена именно на этом. То есть люди приезжают, люди работают, 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 и это приносит плоды. Но есть ещё родители. И что родители? Они были за? Конечно. Родители — это самая большая поддержка, конечно. Всегда тебя поддерживали? Это очень важно. Это очень важно человеку, ребёнку особенно чувствовать поддержку от родителей. Потому что родители — это стена. То есть родители, семья — это, может быть, сколько угодно друзей, может быть, что, но, конечно же, самое тепло, самая поддержка идёт от родителей. Ты помнишь своё первое платье в Америке? Как это всё выглядело? Первое платье в Америке. Это было для сестры или для кого-то? И, во-первых, может быть, и для сестры, но первое платье, которое ты представил, которое, ну, я не знаю, ты проверял публику в Америке, взгляд? Первое платье я помню, конечно, я помню, конечно. Просто первое платье я сделал как прообраз, прототип платью, которое я впоследствии послал Людмиле Гурченко. И, конечно, такое не забывается. Мы ещё поговорим об этом, о Людмиле Гурченко и как бы для кого ты создаёшь платье. Скажи, пожалуйста, мы говорим сегодня о платье, платье, женщины, платье. А мужская мода тебя не волнует? Волнует. Вот я хочу одеться. Ну, вы замечательно всегда одеты, поэтому я даже не знаю, чем я могу вам помочь. Ну, конечно, одна рубашка, один галстук и всё. Этого достаточно? А ну, скажи, пожалуйста. Вот скажи, вот скажи, пожалуйста, это уже так немножко я себя подставлю. Вот много лет я вот в таком виде рубашка и галстук. Любой другой человек тоже самое. Вот выполняет свою работу из года в год, из года в год, из месяца в месяц. Надо менять или не надо? Я считаю, что если комфортно, если выглядит замечательно, то нет смысла менять. Менять хорошо, когда действительно можно что-то улучшить или что-то сделать, но мне нравится. Но если что-то найдено уже, можно этим держаться годами? Конечно, можно менять галстуки. Можно какой-нибудь кожаный галстук попробовать. А, вот так, варьировать какие-то вдруг неожиданные. Хорошо, я попробую. Так вот мужская мода, да. Что ты, ты работаешь с мужской модой? Но сейчас мне больше, мне важнее делать женскую, потому что, я объясню, почему. Мужская мода, я вдохновляюсь, ну как-то мужское, мужское начало ассоциируется с чем-то воинственным. Потому что мужчина как-то концептуально, он воин, он что-то такое. И я считаю, что в наше время достаточно войны, сейчас не хочется даже говорить об этом. На борт хочется привнести что-то мирное. А женщина как раз, это о чем я говорил вначале, она олицетворяет мир, олицетворяет жизнь. Поэтому мне важнее делать женскую одежду сейчас. А иногда, мне кажется, в некоторых твоих моделях присутствует вот такой вот, знаешь, женское такое, ну, я не знаю, натиск, что ли, женское какое-то такое, ну, какое-то бы слово такое сказать. Ну, по крайней мере, доминирующее. Что женщина не золушка такая вот у тебя. Нет, не золушка ни в коем случае. Она знает, что хочет, но она все равно остается на грани той, где это женственно. То есть это не какая-нибудь там Хиллари Клинтон, которая не ассоциируется даже ни с чем. Понимаете, о чем я? Сложно слова облечься. А ты бы мог сделать, вот, например, платье для Хиллари Клинтона? Ты видишь, в каком платье она должна появиться на вечернем приеме? Я, мне так кажется, что... Помни, что она госсекретарь. Это совершенно не важно. Вот гость-то секретарь или там кто угодно. Главное, что это женщина. И я бы делал его что-то очень женственное, потому что хватит уже пиджаков и все, в чем она ходит. Я думаю, что она сама соскучилась в первую очередь почему-то такому теплому, женственному. То есть должно быть какое-то диаметральное, да? То есть если днем человек такой официальный, весь в одежде, который требует работа, то вечером он должен быть совершенно другой. Ну, конечно, потому что ей же нужно... Ну, когда-то же ей надо расслабляться. В твоей железе. Конечно. Но если она получила бы несколько комплиментов, она бы их обязательно получила, это бы только ей... Это бы ей расслабило, украсило ей вечер. Она была очень довольна. Ей бы сложно было потом вернуться бы к костюму. А бывают случаи, когда не нравится. Вот ты делаешь для кого-то, смотришь и говорит, ты готов переделать, ты готов изменить, или ты готов ее заставить полюбить то, что ты делал? Ну, как правило, это бывает очень редко, чтобы не нравилось то, что я делаю. Но если не нравится что-то, конечно, всегда можно найти компромисс. Но, как правило, люди знают то, что я делаю, они идут ко мне именно за моим видением. За твоим отношением. А маму ты одеваешь или только сестру молодую? Вы знаете, самое первое платье, которое я сделал, это эскиз был просто так, что-то такое. Самое первое, еще ребенком. И с этого эскиза мама сделала себе платье на вечер. Поэтому вот как бы оттуда все пошло. Отца ты не одеваешь. Я думаю, что... Ну вот надо задуматься над этим. Он в прекрасной физической форме, поэтому он запрос с тобой, конечно. Хорошая модель. Все, что я делаю для мужчины, ему подошло бы идеально. Даже не надо было бы перешивать. Хорошо, в доме есть свой дизайнер, одевать все. А вообще для тебя это важно, чтобы твои близкие выглядели как близкие дизайнера? Или как бы у сапожника никогда нет начищенных сапог? Есть такой момент. Но важно, чтобы человек выглядел хорошо в любой ситуации. Он не обязательно соответствует, что вот дизайнер, и они должны выглядеть как близкие дизайнера. Но выглядеть хорошо, это даже относится не только к семье. Потому что для красивого человека всегда хочется сделать большее. Поэтому я только за то, чтобы люди в повседневной жизни всегда делали что-то, чтобы выглядеть... Как-то привести себя в порядок, потому что это, конечно же, работает в их пользу. Хорошо. Вот на этой ноте для красивого человека хорошо работать. И это все для пользы нам с вами, уважаемые телезрители. А у нас в гостях Леонид Гуревич, дизайнер. Мы с вами остановимся для рекламной паузы. А потом продолжим интересный, как мне кажется, разговор. Реклама. Лауреат международных конкурсов «Европейская весна», «Славянский базар», «Гран-при конкурса «Романсиада». Уникальный коллектив «Бархатный сезон» впервые в Америке. Саша, как много в жизни ласки. Как и незаметно. И вот она взберла кому. У них походочка, как море лодочка. Золотые россыпи любимых песен, лучшие шлягеры ушедшего века, «Бархатный сезон». Не пропустите этот праздник музыки и высочайшего мастерства. За здоровье нашего учителя, замечательного уролога Саймона Баркагана. Удивительного человека и нашего лечащего врача. Известный американский уролог Саймон Баркаган – автор многих методов комплексной диагностики и безоперационного лечения урологических заболеваний у взрослых и детей. Профессор Баркаган, учитель и лечащий врач многих докторов в Америке и Европе, может стать и вашим врачом. Заходи, народ, честной пир у нас пойдет горой. Царь, очень приятно. Царь, новый ресторан. Царь, прошу всех к царскому столу. Всех подряд без приглашения, с третьим царским угощением. Яст любых и винрика для любого кошелька. И в любой из дней семей царский стол для всей семьи, для коллег и для друзей. Праздник, свадьба, юбилей. Ну а кто от всех устал, для того отдельный зал. Музыкантов лучше нет, обойди хоть целый свет. И словно в сказке, во всей красе гуляй по-царски. Танцуют все. Простите, с вами все в порядке? Спасибо, все хорошо. Вы уверены? Высокое артериальное давление – это тревожный сигнал, игнорировать который крайне опасно. Оно может стать причиной инфаркта или инсульта. Деда, что это у тебя мигает? Да ничего особенного. У большинства здоровых взрослых людей нормальное артериальное давление составляет 120 на 80 и ниже. Дорогой? Да. Когда ты займешься этой проблемой? Не беспокойся об этом. При давлении 140 на 90 и выше, вы ежедневно травмируете сосуды и увеличиваете нагрузку на сердце. Вот почему вы должны спросить у своего врача про препарат Диаван. Диаван расслабляет и расширяет сосуды, нормализуя циркуляцию крови, понижая артериальное давление, нормализуя уровень артериального давления. Деда, а теперь по-другому горит. Это мой Диаван заработал. Диаван занимает первое место среди рецептурных препаратов своего класса. Беременным и тем, кто может забеременеть, не следует принимать Диаван. Препарат может повредить здоровье плода и даже стать причиной его смерти. Самые серьезные побочные эффекты Диавана – это низкое артериальное давление и проблемы с почками. До завтра. Диаван начинает действовать с первого дня приема. Спросите у своего врача, подходит ли вам Диаван. Кому она нужна, твоя правда? Зачем она? Какая правда? Что мне 30, а я на 35 выгляжу? Я давно молодая, интересная девушка. Женщина с непростой судьбой и сложным характером. Абсолютная загадка, сотканная из ярких эмоций. Громкая, строгая и напористая, и в то же время легкая, смешливая и неимоверно обаятельная. Многие ее всерьез побаиваются, ведь она по-настоящему сильная, непримиримая личность. С вами Борис Стенцер и мы продолжаем передачу «ВКонтакт по понедельникам». У нас сегодня разговор идет об одежде. Поскольку, оказывается, от одежды зависит наше настроение. Вот что оденешь, так себя и чувствуешь. Если пришел на вечер не в том, что хотел, не знаешь, куда себя одевать. А в общем-то, мы сами себе создаем одежду, мы создаем себе настроение. И этой одеждой, и тем, как мы одеваемся. Для того, чтобы у нас была возможность с вами пообщаться с дизайнером, дизайнером одежды, я и пригласил сегодня Леонида Гуревича, который нам готов ответить на все тайные вопросы. Как одеться молодым, не очень молодым и совсем молодым. Леонид Гуревич у нас в гостях, а мы сейчас для затравки посмотрим один видеоклип. Постарайтесь узнать, кто на этом клипе. И подумайте о том, что платье, которое одет этот герой, это платье Леонида Гуревича. Видео. Леонид Гуревич – это моя самая, понимаете, идеальная модель. Идеальная. Это к вопросу о том, к вопросу о том, насчет возраста, молодые, пожилые, совершенно неважно. Вот человеку сколько было, да, 75 лет, но это же, это искра, это фейерверк, это просто невозможно. И вот она просто олицетворяет всю мою философию, самое, нельзя гнаться за тем, что модно. Человек должен носить только то, что идет непосредственно ему, потому что журналы, все, можно что угодно, но если не идет тебе, это разрушает, это все, это нет смысла. Ты так легко и просто говоришь, это не идет тебе, а это идет тебе. Так в этом, наверное, весь секрет, а как же это найти свое, то, что мне идет? Вот это и есть, наверное, самый важный вопрос для каждого человека. А что мне идет? И на кого полагаться? Хорошо, у тебя, у твоей сестры есть ты. И ты можешь сказать, хорошо, у тебя есть сестра, которая наверняка уже, а как к простому человеку. Уважаемые телезрители, я хочу сказать, что сейчас у вас на экранах появится номер телефона. Звоните, это номер телефона прямого эфира, студии, и вы можете задать вопрос нашему гостю и прокомментировать ваше отношение к одежде, ваше отношение к тому, как сегодня и куда идет мода, и насколько вам это нравится, не нравится, как вы одеваетесь, где вы одеваетесь. Вы шьете сами, вы обращаетесь к модельеру, а может быть вы заходите в первый ближайший магазин, и вас вполне это тоже удовлетворяет. Нет, расскажите, звоните и расскажите. 201-461-1384. Это телефон студии прямого эфира. Леонид, скажи, пожалуйста, Гурченко мы видели. Она что, пришла к тебе заказывать платье? Это интересная история. Началось все с того, что я послал несколько ее портретов на официальный сайт. Это было еще где-то... Ее портреты? На ее, я сделал ее портреты, потому что она муза. Она моя муза. Что за проект? Ты рисовал? Я рисовал ее портреты и отправил на ее официальный сайт. И мы подружились с ее администратором. Потом он делал мне... Он приехал в Америку, и я подумал, что невозможно упустить такой шанс. Но потому что сделать платье для твоей музыки, которое так тебя вдохновляет, это... Я не мог его упустить. И я сделал первое платье. Она отделала его... Он отвез ей. Он был в Америке, он отвез ей, и она отделала его на... Но ты без примерки прямо вот... Без примерки, без всего, потому что... Музу просто ты во сне даже видишь, да? Как... Дело в том, что она приезжала. Она приезжала в Америку с концертами, и у меня сохранилась одна фотография, где мы с ней во время концерта в обнимку. Она пела, и... А ты поднялся на сцену? Она спустилась в зал. Она спустилась в зал, и она... Ты растолкал всех, всех растолкал в актере. Она подошла ко мне, и я подумал, что я сейчас не... Слушай, это судьба, судьбоносная, да? Это судьба. Вот как планеты должны были повернуться, чтобы подвести к этому моменту. Она обычно выбирает кого-то из зала, и... Я нам выбирал тебя. Я встал, потому что, если бы я не встал, то я бы себе этого не простил. Мог бы кто-то другой быть. А, ты поднялся? Я поднялся, она поравнялась со мной, и я поднялся. То есть надо в жизни еще уметь вовремя подняться? Надо вовремя подняться. Это очень важно. Вот. И потом по этой одной фотографии, значит, я так посмотрел, значит, она чуть пониже, талия, конечно, поуже, тут по длине, и, в общем, вот так сделал, без единой примерки, за океан. Она одела его сразу, значит, она одела его на звездную дорожку, она одела в журнал Hello. Сразу же это платье? Да. И вдруг ты видишь, да, какую-то трансляцию, и вдруг ты видишь в одном платье. Да, 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 да. И мне прислал даже, она подписала мне в журнале. Что так это произойдет? Тебе хватило нахальства? Ну, как можно это ожидать? То есть у меня хватило нахальства, смелости, я бы даже сказал, не то чтобы нахальства, хотя и нахальства тоже. Нет, это вы правильно сказали, потому что Людмила Гурченко, у нее же совершенно не было, так сказать, недостатка в дизайнерах, недостатка в... Но тот факт, что она одела мои платья, потому что потом я послал еще два, это залог для меня того, что все будет прекрасно. Это осветило или освятило, если хотите, весь мой дальнейший путь, как дизайнера. Ну, наверное, это для самоутверждения, да, ты понял, что, о, я делаю свое дело. Это то, о чем мы как раз говорили. Должен быть кто-то, который бы тебе привносил ощущение, ты на своем месте. Конечно, конечно. И после этого ничего меня не может смутить уже, потому что... Да, у нас звонки, у нас звонки, звонки, люди хотят одеться или наоборот раздеться. Эмма, начнем с Эммы. Нью-Йорк, здравствуйте, Эмма, вы с нами в студии. А, добрый день. Только погромче, пожалуйста. У меня интересный вопрос к дизайнеру нашему... Леонид Гуревич зовут нашего гостя, да. Да, да, к господину Гуревичу. Да, пожалуйста. У меня такой вопрос. Как вы считаете, я уже 20 лет в Америке, и мне интересно, считаете ли вы, что в Европе одевается несколько лучше, чем в Америке? Или, может быть, мое мнение неправильное? Правильно. Эмма, у вас прекрасное мнение. Я хочу ее услышать от Леонида. Эмма, спасибо за вопрос. Дело в том, что действительно так и происходит. Америка считается особенно Нью-Йорк. Потому что как? Показы происходят в Нью-Йорке, в Милане и в Париже. Нью-Йорк основан на бизнес, Милан, он в основном основан на качестве, а Франция основана именно на творчестве. Поэтому там люди не столько... Люди заинтересованы именно в том, чтобы это выглядело совершенно... Они более открыты к чему-то творческому, чем в Нью-Йорке. Может быть, Димушка коряво объяснил, но понимаете, да? Нет, нет, я понимаю, я понимаю. Единственное, что мне непонятно была фраза «Милан – это качество». Качество чего? Качество одежды. Потому что... Все такое, добротно сделано, добротно зашли. Добротно, да. А Европа, Франция, это в основном уже считается с 18 века еще идет. Франция, Марина Туанетта, все моды... Ну, а у тебя не тянет? Тянет, конечно. Я не был во Франции с 18 века, конечно, меня туда тянет. Хорошо, тогда мы послушаем Лену из Бостона. Здравствуйте, Лена, вы с нами в студии. Алло? Лена. Лена. Да. Город Бостон. Не слышно. Хорошо, пока Лена будет... Здравствуйте. А, здесь, да, Лена, пожалуйста, говорите. Я хочу задать вопрос... Да, пожалуйста, говорите. ...нашему дизайнеру. Вы... Я в прошлом работала моделью очень-очень долго в Киеве. Меня интересует вопрос, в вашей коллекции это только для показа или вы продаете что-нибудь? То есть, для кого-то, да? Ну, в общем-то, да. Это все эти работы, действительно, они для... 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 Гурченко и Гутия. Или... Только Гурчиками. ...обычных женщин надевать, делать красивыми. Ну, обычный... Смотрите, показ делан именно для того, чтобы привлечь внимание к тому, что я делаю. Для того, чтобы привнести мое видение, принести в магазины для публики, потому что сейчас я работаю напрямую с клиентами, с клиентками. Для того, чтобы привнести в магазин нужны вкладчики, это совершенно другой уровень. То есть, я сам пока не потяну это, поэтому все, что я могу делать, это привлекать внимание, я делаю показы. Я как бы создаю волну. А уже потом, конечно же, то есть, пока только с клиентами напрямую. Скажи, пожалуйста, ну, вообще, ты себя видишь, наверняка, с твоим характером ты видишь, я могу даже ответить на этот вопрос сам, но, в принципе, ты себе ставишь какие-то задачи, вот через два года то-то, через четыре года то-то, ты себя видишь большим дизайнером с именем, ну, я не знаю, какие-нибудь имена, которые, Ральф Лорен, я вот очень люблю Ральф Лорен. Как ты думаешь, будет время, когда Леонид Гуревич, Ральф Лорен и другие? Будет, конечно, все решительно к тому, но, конечно, я хочу иметь свой дом моделей, и самое главное мне, чтобы успех в плане известности в какой-то момент начал параллельно идти с успехом финансовым. Как правило, успех сначала приходит известность, потом приходит уже, поэтому не хотелось бы, чтобы это совпало, а так и будет. Ну, вообще, тяжело пока жить моделье, дизайну модели, одежды? Интересно, интересно. Финансово, если вы не родители, ты бы мог подниматься? Дело не столько в родителях, потому что я делаю, я же делаю, ну, то есть как, я помимо дизайнов, я делаю иллюстрации, я делаю стайлинг, то есть я не завишу от родителей. А, то есть ты не только как бы создаешь модель, ты делаешь еще какую-то работу, да? Хорошо, мы сейчас ответим Галине из Бруклина, а потом я хотел бы поговорить, какие еще как бы направления ты, за счет чего ты живешь? Галина, здравствуйте, Бруклин. Добрый день. Да, пожалуйста. Я хотела бы уточнить, а можно ли заказать у вас дизайн-платье, у меня шифон, бархат на шифоне, и это сложный материал, и вот я имею свои определенные особенности, я видела сейчас модель Гурченко. Я хочу, Галина, я хочу одну минутку, я хочу внести ясность. Те, кто смотрит наши передачи, они знают о том, что все гости, которые здесь бывают, они все интересны. Это все бизнесы, это все какие-то открытия, это все какие-то люди, которые себя представляют. Но наша передача не несет рекламного характера, поэтому как бы обратиться и так далее, это уже дальше вы сами решаете, кого вы хотите, чего. Наша задача показать, как люди, которые приехали в эту страну и, в общем-то, иммигранты, себя находят и становятся, я не знаю, успешными, прекрасными профессионалами. Вот это самая важная задача, которая, мне кажется, ставится перед передачей «Контакт» по понедельникам. У нас как раз понедельник – это ассоциация, это символ начала, символ цели, которая ставится и выполняется. И вот для этого эта передача и существует. Да, Екатерина, здравствуйте, Бруклин. Говорите. Доброе утро. У меня необычный вопрос дизайнеру. Ну, пожалуйста, только громче, и тогда будет еще лучше. Нет ли у дизайнера желания внести элементы иудаизма в его одежду? Вот нет ли такой мысли? Гениально! Гениально! Это тот вопрос, который у меня на языке вертелся, но как не хватает. Гениально! Национальный характер в одежде. Вы меня поняли. Прекрасно, спасибо большое. Значит так. Насчет предыдущего вопроса. Спасибо, что отвазили ценную клиентку. Насчет иудаизма. Да, да. Насчет иудаизма. Понимаете, мне достаточно того, что я еврей. Это во мне сидит, это никуда не уйдет. Как бы я горд своим происхождением. Секундочку, тебе достаточно, да, но в одежде. Вот я не вижу здесь нигде звезды. А что, вы хотели бы Маген Довит прямо вот сюда, прямо вот, или даже два? Нет, нет, я скажу. Но есть же какие-то цветовые гаммы. Белый и синий. Нет, нет. Две цветовые гаммы. Нет. Черный с белым всегда был тоже присущий иудаизму. Да. Я скажу. Мне самое важное, это то, чтобы убрать все стены между людьми, между культурами. Если выпячивание своей, так сказать, вот иудаизм, это лишние стены строятся. Понимаете? Но в то же время. Я задерживаюсь своим происхождением, но я не считаю, что это должно быть вот так вот, прям, как это сказать? Ну, иногда, вот, смотри, коллекцию одежды, привезенные из России, привезенные, я называю только те, которые как бы нам знакомы, Казахстана, там, я не знаю, молдавский, украинский. И ты видишь в этой одежде какие-то, ну, вкрапления, какие-то, может быть, линия какая-то, и ты чувствуешь, о, это азиатская какая-то линия, это что-то такое из Азии привезенное, а это российское. Я думаю, что это происходит несознательно, потому что человек именно из этих стран, у него оно выпячивает, но оно, как сказать, проявляется даже. А специально что-то делать, я думаю, не имеет смысла. То есть ты не хочешь сделать приятное еврейской женщине? Я делаю приятной еврейской женщине уже тем, что я делаю красивую одежду, которую он может одеть и выглядеть звездой. Хорошо, тогда давайте посмотрим, сейчас у нас еще видеоклип есть, где демонстрация одежды, пожалуйста, Леонида Гуревича, пожалуйста, покажите нам видеоклип. И пока нам его запускают, я хочу спросить, скажи, пожалуйста, вот, а вот это платье, которое у нас сегодня в студии, да? Вы знаете, Борисовна, хочу сказать, вот, вы говорите, почему я не делаю одежду для обыкновенных женщин, но на самом деле это не так, потому что если обыкновенная женщина оденет мою одежду, это и сделает ее, это именно возвысит ее, и она уже не будет обыкновенной женщиной, она будет уже думать совершенно о других вещах, не о том, как помыть посуду, а или там, я не знаю, выключила ли она утюг. Сейчас многие мужчины скажут, что, нам не нужны такие платья, как это так, женщина уйдет от обычной жизни? Все мужчины тянутся к красивым женщинам. Да, конечно. Секрет. Ну вот платья, как много в твоей коллекции платьев? В этой коллекции в музее было показано 15, 14 платьев. Это такая была мини-коллекция, более-менее такая капсульная. Ну, то, что было выбрано, я думаю, что оно прекрасно подошло. А сколько вообще у тебя в коллекции платьев? Ты так говоришь, это капсульная, это маленькая, сколько, сотни, что ли? Я потерял все. А где они хранят? У тебя, наверное, склад, как у Мессиса или там? Они хранятся, хранятся. А это ты выбрал, да? Да. Вы там были, Борис, увидели интерактивный костюм, все принимали участие. Да, пожалуйста, а вот эта вот идея с этими карандашами, это твоя идея? Моя идея. Мне хотелось, чтобы все поняли... Конечно. Ну, во-первых, ведь изначально, концептуально даже, создается платье, но сначала идет все от рисунка. Я сижу и рисую, поэтому и фломастеры. Но потом мне хотелось, чтобы люди приняли участие. Потому что, как правило, когда подписывают какие-то открытки или какие-то книги, то это все теряется со временем, но этот костюм уже никуда не пропадет. Он у тебя висит в особое... Под стеклом. Под стеклом. Так вот, ты когда готовишь платье, готовишь платье, готовишь что-то, сколько времени вообще уходит? Вот от и до, когда уже женщина одевает и она становится той женщиной, которой ты хотел, чтобы она стала. Сколько времени уходит? Неделя, месяц, год? Это невозможно подсчитать, потому что, если мы говорим, сколько времени берет сделать платье, то это зависит от платья. Это сложно сказать. Я даже затрудняюсь ответить. Но это очень интересный процесс. Мне кажется, в Америке, вот порой идешь, там какие-то есть улицы, где одни ткани. И такое количество тканей. Мне кажется, хорошо работать в Америке, да? Это хорошо, потому что в России было как? Или было что-то одно, или не было ничего. Ну, когда мы уезжали. А здесь, конечно, такой выбор, что это облегчает задачу значительно. А если бы у тебя не было такого разнообразия? А было бы вот только, я не знаю, серое, цвета шинели и черный. Ты не смог сделать что-нибудь такое, в котором бы женщина была бы воздушной и прекрасной? Ну, как говорится, нехватка рождает фантазию. То есть это не ограничение для тебя, если вдруг не хватает какого-то такого? Нет, потому что начинают работать совершенно другие. Когда чего-то нет, то это способствует полету фантазии. То есть именно из того, что нет, как можно сделать, чтобы что-то было. Тем более из России. Голь на выдумке хитра, как у нас говорили. И это, конечно же, здесь работает в мою пользу. Да. Давай послушаем Аню из Массачусетса. Аня, здравствуйте, вы с нами в студии. Да, да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Ой, я ничего не слышу. Здравствуйте. О, вот тебя слышу. Да. Да, да, говорите. Но телевизор, звук уберите и слушайте только то, что по телефону вы говорите. Все в порядке. Да, пожалуйста. Я хотела спросить, есть ли у вас какие-то отличия или что-нибудь, что вы действительно дизайнер, а вот просто они пришли с улицы и не сказали, вот я. Вот это я. Я дизайнер. А что, какое отличие, как вы думаете, должно быть у человека, который заявляет, что он дизайнер? Как вы думаете? Алло. Анна явно не сначала смотрела нашу программу, потому что мне казалось, что Гурченко в моем платье – это хороший показатель. Алло, значит, да, я не совсем понял вопрос. Я понял, что она имеет в виду. Я закончил FIT, Институт моды в Нью-Йорке. А, то есть она спрашивает, есть ли у тебя диплом, который висит в моем платье. Без бумажки ты, а с бумажкой человек. Скажи, пожалуйста, ну вот ты сейчас, вот мы как раз коснулись с темой, кроме создания платьев, кроме дизайна, ты рисуешь, да? Ты что еще делаешь? Я иллюстратор, я с 2002 года сотрудничаю с журналом Playboy, я иллюстрирую им, как одна из моих, так сказать, делаю иллюстрации в их тренд-каталоге, иллюстрирую их одежду. А также сотрудничаю с дизайнерами, иллюстрирую lookbooks, вот их одежду, потому что сейчас становится все более и более популярным не фотографировать одежду, а все проиллюстрировать. Иллюстрация снова входит в моды, поэтому это прекрасно. Да, у нас есть еще фотографии, которые бы я хотел, чтобы наши телезрители посмотрели. Пожалуйста, вот такая прекрасная модель и с такой загадочной рукой на плече, которая, конечно, сразу же привлекает внимание. Это я сделал стайлинг для фотосессии Doe Deer, совершенно удивительная девочка из России, кстати, тоже наша девочка, основательница макияжной линии Lime Crime. Это съемка, мы назвали Russian Royalty, мы вдохновлялись... Ну, но вот вся эта одежда, это твоя? Королевская семья, да-да-да, это по моей одежде, я сделал ей полностью стайлинг, и рука на плече, это как бы Распутин, моя рука. Ну, так концептуально. Людмила, вот это как раз первое платье, которое я сделал, она делала его на звуковую дорожку, а потом она играла в нем в спектакле «Похищение Собинянинова» до самого конца. Ну, надо же. Мне казалось, что, наверное, такой на нее сыпется предложение, да? По идее. Да, ну, знаете, второе платье она получила за день до концерта Рязанова, то есть у нее была сегодня ночь. И она не знала? Она не знала, это пришло сюрпризом, ей принесли, моя подруга, вот это платье как раз, да. Она получила его 12 ноября в свой день рождения, после концерта своего, ей привезли, и уже на следующий день она делала его к Рязанову. То есть, я так полагаю, у нее... Ну, скажи, пожалуйста, она позвонила тебе, она взахлеб что-нибудь тебе говорила? Нет, она написала мне, когда в журнале вышла фотография, она написала мне такие теплые слова, но, вы знаете, это даже и не нужно, потому что... Это звезда, которая, она на самом деле продолжает гореть, потому что свет от звезды идет миллионы световых лет, и ничего не изменилось. Она всего лишь поменяла галактики, то есть она продолжает светить, и она как была недоступна, и так и осталась. Поэтому не было смысла как-то с ней вот так вот встречаться лично, совершенно не мило. Она для меня остается и была вдохновением. Вот это вот твои рисунки, да? Да. Это рисунки я сделал, серию рисунков для Ани Календо, шляпы, и мы стали работать, сотрудничать с ней. Удивительная дизайнщина, она работала... Милленер, милленер, кутюр Милленер Ателье. Это Доу Дир, я сделал иллюстрации для ее блога. Она как раз вот ее символ, она позиционировала себя как королеву единорогов. Это не то, это уже другое. Но это что-то вы от себя добавили, но я обожаю собак, поэтому я очень рад. Да, вот я знал, что ты любишь собак. Скажи, пожалуйста, а, в коль мы заговорили о животных, у тебя не бывает желания вот одеть свою собачку? Если бы у меня была собачка, я с удовольствием бы одел. Но это прекрасно, что вы сказали об этом, потому что я заметил, что люди очень часто готовы для детей своих сделать то, не часто, а почти всегда, что они и делают для себя. Но владельцы собак готовы сделать для своих собак больше, чем они сделали для своих детей. Поэтому я открыт к тому, чтобы сделать линию для собак. Для животных. То есть ты открыт для всего. И только таким образом можно создавать хорошую одежду. Конечно, ведь этим и интересно творчество, что оно позволяет тебе быть открытым ко всем неожиданным неожиданностям. Большое спасибо. Я теперь понимаю, как надо одеваться и как надо понимать женщин. Как надо понимать, когда вдруг женщина говорит, мне нечего одеть. Это значит, внутри себя она что-то чувствует, что у нее не хватает. Конечно. К этому надо относиться терпимо. Конечно, потому что женщина делает столько много. Женщина украшает жизнь, она украшает быт, она украшает жизнь. И нужно сделать все, чтобы облегчить ей жизнь. Вот чем я и занимаюсь. Ничего себе, такое платье, оно мне кажется не облегчает. Но в любом случае, Леонид Гуревич, большое-большое спасибо. Я думаю, что наши телезрители немножко теперь больше разбираются в моде и мгновенно после передачи отправятся в магазин. Как говорят по-английски, спасибо, что поимели меня. Да. И вам, уважаемые телезрители, я тоже хочу сказать, что это было приятно с вами провести в понедельник утром время. И за то, что вы посмотрели передачу «Контакт по понедельникам» и нашего гостя познакомили с ним Леонид Гуревич. До новых встреч по понедельникам. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ